В рамках праздного дня Дня защиты детей в арт-центре Козылжар состоялось ежегодное традиционное награждение победителей Республиканской Олимпиады и Республиканского конкурса научных проектов. Среди приглашенных Улжас Серик. Он с пяти лет углубленно изучает географию. В его копилке много медалей. На Олимпиаде, которая проходила в Шумкенте, Улжас занял второе место. Выбрала географию, потому что она развивает глобальное мышление. Человек, изучающий географию, мыслит глобально. Он смотрит на проблему и видит в ней корень и находит решение проблемы легко и быстро. Если человек готовится, то он будет подготовлен примерно ко всему. И было довольно нелегко, но я не могу сказать, что это были совсем сложные задания. Это были задания олимпиадного уровня. Всего честь нашей области на Республиканской Олимпиаде защищали 66 школьников. Среди них 20 учащихся стали призерами. В конкурсе научных проектов приняли участие 20 молодых ученых. 10 из них также стали победителями и призерами. Специально выдается каждому ребенку премия. За третье место 50 тысяч, за второе место 75 тысяч, 100 тысяч за первое место. Таким образом мы пытаемся поощрить какой-то стимул небольшой, приятный бонус дать, помимо того, что это нужно для развития самого ребенка и в целом для его будущего. Сейчас вообще в целом расширяется по Республике и в том числе по нашей области пул тех соревнований, конкурсов, в которые дети по своим интересам могут участвовать. Это и спортивные мероприятия, это связанные с научными проектами, с исследовательской деятельностью, с предметными знаниями, какие-то развития творческих способностей детей. То есть мы на все это обращаем внимание, потому что мы понимаем, что самое главное – это комплексное всестороннее развитие каждого ребенка. Во время встречи учащиеся задавали руководству управления интересующие вопросы. Касались они организации других конкурсов и олимпиад, поступления в ВУЗы.